О поддержке военно-промышленного комплекса и автомобилестроения говорят сегодня в Татарстане. Там с рабочей поездкой Владимир Путин, в набережных Челнах он побывал на заводе КАМАЗ. Президенту рассказали о действующем производстве и планах развития. Уже сегодня продукция завода это не только рабочие лошадки, но еще и знаменитые спортивные болиды и современная армейская техника. Тимур Сиразеев обо всем подробнее. Им самим не верится. Кажется, что это подземный бункер, который замело снегом, причем снег и снаружи и внутри. Но вскоре сугроб начинает раскачиваться и из-под земли выезжает бронированный тягач. Чтобы этот тягач мог быть всепогодным и всепроходимым, конструкторы КАМАЗа его усовершенствовали. Эту технику раньше делали на Украине и в Болгарии. В рамках программы импортозамещения в набережных Челнах освоили производство более 200 деталей для тягача. И теперь здесь эти машины обретают вторую жизнь. А в соседнем цехе создаются образцы военной техники будущего. Этот бронированный автомобиль «Тайфун» только с военного полигона. Там его расстреливали из разных орудий, чтобы доказать, КАМАЗы взрывов не боятся. Стреляли по всему периметру и также с крыши на крышу. То есть полностью получилось так, что вся боковая проекция, лобовая проекция, корма и крыша вся была обстрелена. А снизу были взрывы, чтобы посмотреть, что у нас с экипажем. Из 130 выстрелов 4 все же пробили броню. Государственным испытаниям все слабые места будут устранены. А это сердце КАМАЗа. Главный сборочный конвейер. За одну смену здесь собирают более 200 автомобилей, 50 различных модификаций. То есть каждые 4 минуты с конвейера сходит готовый автомобиль. Пневмоподвеска кабины, кондиционер, гидроусилитель руля. Все для того, чтобы водителю было комфортно. А новейшие модели автогиганта разработаны при участии специалистов «Мерседес-Бенц». Немецкий концерн владеет 15% акций КАМАЗа. 49,9% акций принадлежит государственной компании «Ростех». КАМАЗ сегодня — это 11 заводов, на которых работает 45 тысяч сотрудников. Это не только градообразующее предприятие Набережных Челнов, но и один из флагманов экономики Татарстана. Свой визит на завод Владимир Путин начал с общения с рабочими. Вся страна знает вашу замечательную команду КАМАЗ, которая выступает на самых престижных международных соревнованиях, завоевывает первые места. Не всегда так бывает, но много лет подряд на самых верхних строчках находятся в числе победителей. Это говорит и о качестве машин, о том, кто и как их делает на самом высоком уровне, ну и, конечно, о мастерстве наших, ваших спортсменов. Благодаря им КАМАЗ стал известен в мире и продвигается по всему миру. Все началось в декабре 1969-го. В городе Накаме стартовала комсомольская стройка всесоюзного масштаба. Первый грузовик сошел с конвейера 16 февраля 1976-го года. С тех пор на заводе произвели более двух миллионов автомобилей. Проделана огромная работа. Я хочу сказать, что мы всегда поддерживали ваши предприятия. И несмотря ни на какие сложности в экономике, вы знаете о них, мы будем поддерживать такое нужное для нас предприятие, как КАМАЗ, и в будущем. Будем все делать для того, чтобы рабочие места были обеспечены, а страна имела возможность перевозить необходимые продукты, необходимые товары, грузы на таких замечательных машинах, которые вы производите. С праздником вас! Спасибо вам большое! Поздравляю! Каждый третий грузовик массой от 14 до 40 тонн в России и странах СНГ произведен в набережных Челнах. КАМАЗы колесят по дорогам 80 стран. Такой успех – заслуга трудового коллектива завода. Владимир Путин поблагодарил ветеранов предприятия. Когда все видят, что у нас сплоченная страна, сплоченный народ, и за спиной есть такие люди, как вы, совершенно другое отношение к стране. Коллектив завода – его главная ценность. Несмотря на все сложности, удалось сохранить наиболее опытных сотрудников. Виктор Коняхин работает на заводе 37 лет. По его словам, он не переживает о свой завтрашний день. Лет 20 назад мне кто-то сказал, КАМАЗ – это, как говорится, будущее России. Это я точно помню. Я думаю, что оно и станет так. В эти минуты Владимир Путин проводит заседание военно-промышленной комиссии. Позже президент в режиме видеоконференции даст старт производству аммиака на новом заводе в Менделеевске. Это рядом с набережными челнами. Группа компаний из Японии и Китая за 4 года построила завод под ключ. Сама технология производства – датская. На заводе будут изготавливать удобрения для сельского хозяйства и метиловый спирт для химической отрасли, которая в Татарстане – одна из главных. Тимур Саразиев, Олег Шишкин, Олеся Трофимович, Первый канал.